Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить сдобные пирожки с капустой в духовке. Что для этого понадобится? Стакан картофельного отвара, стакан молока, два крупных яйца, 100 грамм сливочного масла, я его растопила в микроволновой печи, чайная ложка соли, пол чайной ложки сахара, 30 граммов дрожжи, прессованные у меня, я их раскрошила, растительное масло для обминки теста и мука. Мука сколько возьмет тесто в замесе. Приступим к приготовлению. Все продукты должны быть комнатной температуры. Яйца перемешиваем вилочкой до соединения белка и желтка. Добавляем сливочное масло, сахар, соль. В этой смеси распускаю дрожжи. Порядок добавления дрожжей к смеси не принципиален. Добавляем молоко, картофельный отвар. Размешиваем и добавляю частями муку. Замесить надо мягкое, эластичное тесто. Мука во всех регионах разной влажности, разной клейковины. Поэтому, когда вы добавляете муку, ориентируйтесь по консистенции теста. После того, как тесто замешано, я добавляю растительное масло. Несколько ложечек, 2-3 столовые ложки. И хорошо обминаю с растительным маслом. Добавляем сливочное масло. Посыпаю слегка сверху мукой. Затягиваю миску пищевой пленкой. И оставляю на расстойку. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Тесто увеличилось в объеме. Я снимаю пищевую пленку. Обмазываю руки растительным маслом. И надо сделать хорошую обминку теста. Обминаем тесто хорошо, чтобы выдавить из него весь скопившийся воздух. После того, как я сделала обминку, я его подкатываю в шар и снова отправляю в чашу. Надо дать еще раз тесту подойти. Снова накрываем пищевой пленкой. И даем подойти тесту еще раз. Тесто подошло. Можно приступать к лепке пирожков. Руки я слегка смазываю растительным маслом. Тесто следует слегка обмять или вот так придавить, чтобы воздух вышел. И раскидываем на порционные кусочки. Можно, раскидывая шарики, пропускать их через весы. Если вы хотите, чтобы пирожки были до грамма одинаковые. Каждый кусочек теста я подкатываю вот таким образом, чтобы получился ровный шарик. У меня получилось 27 шариков. Противень я смазываю растительным маслом. Начинка капуста. Я капусту протушила в мультиварке без добавления томата или томатной пасты. Просто капуста на сливочном масле с морковью, болгарским перцем, укропом и зеленым луком. Беру шарик теста. На середину капуста. И защипываем вот таким способом. Укладываю швом вниз в противень. Так делаю все пирожки. Можно раскатать шарик скалкой. Это уже на ваше усмотрение, как вам будет удобно. Пирожки я уложила в противень. Взбиваю яйцо. Смазываю каждый пирожок взбитым яйцом. И пока эти пирожки подходят, я буду лепить оставшиеся пирожки и буду их жарить в масле. А эти будут подходить. Все, эти пирожки отставляем для того, чтобы они подошли. Эти пирожки я буду жарить в масле. Леплю их точно так же, как и те пирожки. Пирожки я налепила. Теперь можно эти пирожки сразу жарить, а духовым немножечко нужно подойти. За это время разогреваем духовку до 180 градусов. Вот такие пирожки у нас получились жареные. Вот они какие внутри, посмотрите. Мягкие, нежные. Тесто очень хорошее получается. Ну и теперь дожидаемся, пока будут готовы пирожки из духовки. Пирожки я достала из духовки. Перекладываю их в блюдо. Вот такие духовые пирожки у нас получились. Приятного вам аппетита! Попробуйте приготовить его. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok